Привет, друзья! Рады видеть вас на канале Фактограф. Сегодня мы поговорим о зеленой энергетике и ее значении для планеты. Без энергии невозможно существование не только человека, но и всего живого на Земле. Поэтому пока будут люди, вопрос об использовании различных источников энергии будет стоять всегда. Традиционные источники работают за счет сжигания угля, нефти и газа. Но эти ресурсы, во-первых, не безграничны, а во-вторых, катастрофически загрязняют окружающую среду. Выход есть – зеленая энергетика. Но является ли зеленая энергетика хорошей заменой нефти и углю? Какими преимуществами и недостатками она обладает? Почему зеленая энергетика имеет множество противников? Какие убеждения об этом источнике энергии являются мифом, а какие – реальностью? Давайте разбираться. Зеленая энергетика или регенеративная энергетика – это энергия, полученная из природных, возобновляемых и неисчерпаемых источников. Принцип использования зеленой энергии заключается в ее извлечении из возобновляемых органических ресурсов с последующим техническим применением. Возобновляемые источники энергии – это совокупность природных ресурсов, из которых производится электро- и тепловая энергия. Длительная эксплуатация этих источников не приводит к дефициту, ведь их регенерация происходит достаточно быстро. Наиболее популярными источниками зеленой энергии являются вода, ветер и солнце. Использование возобновляемых источников энергии является весьма инновационным направлением и оказывает минимальное влияние на окружающую среду. Но вправду ли все так хорошо, как нам рассказывают? Или все же есть подводные камни? Многие страны мира хоть и стараются переходить на возобновляемые источники энергии, но все же большая часть электроэнергии вырабатывается за счет сжигания ископаемого сырья – угля, нефти и газа. Но почему в ближайшем будущем от них необходимо отказываться? На это есть две основные причины. Первая – полезные ископаемые когда-то закончатся, и человечеству все равно придется осваивать новые источники энергии. Чем раньше начнется переход, тем лучше. Вторая – сжигание угля, нефти и газа приводит к колоссальным выбросам углекислого газа и других вредных веществ. Они загрязняют воздух, почву, воду и способствуют глобальному потеплению. Поэтому прекрасной альтернативой ископаемому топливу стали возобновляемые источники энергии, которые не подразумевают загрязнение атмосферы. Наиболее популярным видом зеленой энергии в 20 веке было электричество, полученное благодаря гидроэлектростанциям. В это время был бум на сооружение ГЭС. С наступлением нового тысячелетия стали стремительно развиваться ветровые и солнечные электростанции. В 2019 году 26,8% мирового энергопотребления было удовлетворено из возобновляемых источников энергии, из которых большая часть – 16% – составила гидроэнергетика. Китай является мировым лидером по производству электроэнергии посредством возобновляемых источников энергии. В 2022 году КНР увеличила мощность своей возобновляемой энергетики на 141 гигаватт. Это намного больше, чем ЕС и США вместе взятые. В результате доля возобновляемых источников энергии в суммарной генерирующей мощности китайской электроэнергетики достигла 45,3%. Следует из отчета Айрена. Ввод новых мощностей уже опережает традиционную энергетику. Французская компания Total прогнозирует, что потребление нефти начнет падать уже в конце текущего десятилетия. А британская компания BP ожидает сокращения спроса только после 2040 года. Авторы исследования, проведенного организацией Ember E3G, пришли к выводу, что Европейский Союз за последние годы также повысил выработку ветряной и солнечной электроэнергии, как еще никогда раньше. Если тенденция к развитию возобновляемых источников энергии продолжится, то потребность в угле, нефти и природном газе значительно снижится. Возможно, через несколько десятилетий и вовсе получится полностью отказаться от углеводородов и, как следствие, сберечь экологию и сэкономить миллиарды евро. То, что еще недавно казалось фантастикой, становится реальностью. Но почему при наличии очевидных преимуществ зеленая энергетика имеет множество противников? Возобновляемые источники энергии – это не просто современный тренд, а реальный шанс остановить катастрофическое изменение климата. Европейское зеленое соглашение, European Green Deal и стратегия восстановления ЕС одноголосно признают зеленый переход главным двигателем экономического восстановления и будущего роста и процветания Европы. И в то время как одни считают зеленую энергетику панацеей, другие называют ее мечтой хиппи. Давайте рассмотрим самые популярные утверждения о возобновляемых источниках энергии и попробуем разобраться, кто прав, а кто нет. Первое. Зеленая энергетика слишком дорогая и недоступна всем. Еще лет 10-15 назад зеленая энергетика была развлечением для богатых и обеспеченных государств. Ведь стоимость энергии, вырабатываемой ветряками и солнечными электростанциями, была намного меньше энергии, полученной от сжигания ископаемого сырья. Но сегодня альтернативная энергетика стала достойным конкурентом традиционной. Только с 2010 по 2018 год оборудование для альтернативной энергетики в мире подешевело в среднем на 25%, и цена продолжает падать. Снизилась стоимость не только станций, но и вырабатываемой ими электроэнергии. Как так вышло? Во-первых, ветер и солнце – это местный ресурс, и его не нужно импортировать. Электроэнергию можно производить практически в любой точке Земли и не тратить деньги на транспортировку. Во-вторых, товары, произведенные с помощью зеленой электроэнергии, не облагаются налогом на выбросы углерода. В-третьих, зеленая энергетика привлекает все больше инвестиций, что способствует ее окупаемости и стабильному развитию. Экономическая эффективность альтернативной энергетики подтверждается как на примере высокоразвитых, так и развивающихся государств. Германия, США, Корея, Япония, Италия, Сингапур и даже Малайзия, Таиланд и Бразилия Всячески содействуют развитию зеленой энергетики, прибегая к налоговым льготам, лояльным условиям кредитования, к концессиям с участием государства. Да, зеленая энергия дороже традиционной, но то, что она доступна лишь элите – миф второе. Зеленая энергетика может заменить другие источники энергии. Хотя энергия ветра и солнца доступна круглосуточно, однако генерация электроэнергии за счет солнечных и ветровых станций зависит от силы ветра и мощности солнечной радиации. Эти показатели меняются в зависимости от времени суток, года и места расположения региона, поэтому для поддержания баланса и покрытия дефицита или переизбытка энергии должны использоваться альтернативные источники. В некоторых странах, например, в США, Австралии, Китае, возобновляемые источники энергии стараются балансировать такими же экологически чистыми методами. Но если баланс достигается станциями, работающими на ископаемом сырье, то это уже получается зелено-угольный парадокс. Поэтому выходит, что зеленая энергетика пока не может ни работать автономно, ни полностью заменить традиционные источники энергии. Третье. Возобновляемые источники энергии не вредят окружающей среде. Тут тоже достаточно спорный вопрос. К примеру, выброс углерода при производстве электроэнергии ветровой турбиной равен нулю. Электричество, получаемое от ветра, солнца, воды и геотермальных источников, является экологически чистым, так как его производство не влечет за собой сжигание какого-либо топлива. Получая энергию такими методами, люди не загрязняют воздух и не способствуют глобальному потеплению. Это огромный плюс. Но есть и другая сторона. Потенциальное количество отходов зеленой энергетики огромно. По оценке Bloomberg New Energy Finance, к 2025 году отработанные аккумуляторы, извлеченные из электромобилей, будут весить 600 тысяч тонн. По вопросам Международного агентства по возобновляемой энергии Айрена, к тому времени будет накоплено столько же старых солнечных панелей. Айрена ожидает, что к 2050 году количество отработанных солнечных панелей достигнет 78 миллионов тонн. В Европе в ближайшие два десятилетия может накопиться до 300 тысяч тонн в год, выведенных из эксплуатации лопастей ветряных турбин, сообщает торговая ассоциация WindEurope. В США и Европе изучают варианты выгодной утилизации отходов. Солнечные панели можно переработать на 100%, ведь они состоят из алюминиевой рамы, стекла, пластиковой подложки и тонких пластин кремния. До 90% массы ветряных турбин также можно повторно использовать. Однако прочные и долговечные лопасти изготавливаются из сшитых полимеров, которые нельзя плавить и переработать. И это проблема. Еще минусом является то, что водохранилища, солнечные панели и ветряки занимают значительную площадь. Это уничтожает локальную флору и фауну. Но спровоцировать глобальную экологическую катастрофу вряд ли сможет. Четвертое. На альтернативной энергетике отмывают деньги. Альтернативная энергетика в ЕС стала одним из главных способов отмывания денег. Это правда. Самого большого резонанса набрала скандалы 2013 года. В то время инвестиции в зеленую энергетику все активнее использовались итальянской мафией для легализации средств, нажитых преступным путем. Легче всего мафиозе удавалось зарабатывать на ветряных электростанциях. Эксперты проанализировали операции сицилийской Козе-Ностры, неаполитанской Каморры, калабрийской Индрангеты и опулийской Сакра-Крокорона-Унита. И, как оказалось, они получили щедрые субсидии, выделяемые властями ЕС, на развитие возобновляемых источников энергии. Так, в апреле 2013 года полиция Италии изъяла у сицилийского бизнесмена Вито Никастри, работающего в сфере возобновляемых источников энергии и подозреваемого в связях с мафией, финансовые активы и имущество общей стоимостью 1,3 миллиарда евро. Годом ранее полиция Италии арестовала активы калабрийской мафии Ндрангеты на 350 миллионов евро, включая крупнейшую ветровую электростанцию в Европе. По оценкам Европола, только операции Ндрангеты оцениваются более чем в 44 миллиарда евро в год. Это очень серьезная проблема для Евросоюза. С самыми популярными убеждениями разобрались. Следуя логике всего вышесказанного, зеленая энергетика, несмотря на спорные моменты, все же должна стать тем самым спасательным кругом для экологии. Но что-то идет не так. Почему выбросы парниковых газов не снижаются, а продолжают расти? 20 лет назад, когда началось развитие зеленой энергетики, экологи уверяли, что только она сможет решить проблему глобального потепления. Но за два десятилетия длинный путь развития прошла не только зеленая энергетика, но и отрасль традиционной генерации. Возросло количество заводов и фабрик, работающих на ископаемом сырье. Увеличились объемы производства. Параллельно с экологичным, все страны развивают стабильное традиционное производство энергии, работающие за счет сжигания угля и нефтегазовых продуктов. Их производство ежегодно растет. Такие данные указаны в отчете компании British Petroleum. В настоящее время на возобновляемые источники энергии приходится лишь около 30% мирового производства электроэнергии. К 2030 году эта цифра должна вырасти до 30-45%, а это еще долгий путь. Ведь мир едва сдвинулся с мертвой точки. Большинство стран взяло на себя обязательство в ближайшие десятилетия достигнуть углеродной нейтральности, то есть полностью прекратить выбросы парниковых газов. Пока будут выбросы, Земля продолжит нагреваться. Концентрация в атмосфере парниковых газов должна стабилизироваться и перестать стремительно расти. Как думаете, у людей получится это сделать? И считаете ли вы зеленую энергетику спасением для планеты? Пишите свое мнение в комментариях.